МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. В Карагандинской области продолжается реализация комплексного плана по оздоровлению экологии. План включает мероприятие по снижению выбросов загрязняющих веществ в крупными промышленными предприятиями. Тимиртауских школьников научат сортировать перерабатываемые отходы. В школах установят контейнеры, куда можно складывать макулатуру, пластик и другие отходы. Очереди в детские дошкольные учреждения, получение социального жилья. Обо всем об этом карагандинцы могли спросить чиновников напрямую. В Октябрьском районе провели очередную ярмарку государственных услуг. В Карагандинской области продолжается реализация комплексного плана по оздоровлению экологии. План включает мероприятие по снижению эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу крупными промышленными предприятиями. Об этом рассказал руководитель департамента экологии в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. Более 50 миллиардов тенге предусмотрено на реализацию комплексного плана по оздоровлению экологической ситуации в Карагандинской области и в первую очередь в Тимиртау. План включает мероприятие по снижению эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу крупными промышленными предприятиями. Предусматривается реконструкция и установка очистного оборудования, модернизация производства. Учтены меры по повышению энергосбережения в городе, по управлению отходами и охране водных ресурсов. Кроме того, предприятия представили свои проекты. По основу, по базе группы и по темпу есть конкретный план мероприятий, который предусматривает те фильтры, которые стоят. Его более модернизируют на новые последние слова техники на фильтра. Есть цеха, которые мистерные, варцеллормиттер, кинутал, где кофте-химическом производстве, угольном, самом доменном. У этих полной идет модернизация. Эта программа у них тоже заложена варцеллормиттер, кинутал, как я уже выразил, на ресурсной реке. Более 30 миллиардов у них на тридоричный план у них. Полигоны для складирования твердых бытовых отходов – это еще одна серьезная проблема нашего региона. Всего в Карагандинской области более 200 полигонов, однако узаконены лишь 35 из них. Остальные не имеют правоустанавливающих документов. Кроме того, главный эколог области отметил, что с 1 января твердый бытовой мусор нужно сортировать. На сегодняшний день установлено по городу Кимирстал сортировочные линии по городу Карагандинск. Есть сортировочные линии, готовится презентация недавно прошла еще на одно сортировочные линии по линии Горкомтранс. Производство мощное 200 тысяч тонн. Идет на сегодняшний день работа по сортировочной линии по городу Кимирстазанск, от память идет и по городу Балхаш. В целом в департаменте экологии отмечают, что в Карагандинской области зафиксировано более 500 объектов несанкционированного размещения отходов, иначе говоря, стихийных мусорных свалок. Ликвидировать их начнут с наступлением теплого времени года. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. И в продолжение экологической темы. Тимиртауских школьников научат сортировать перерабатываемые отходы. В школах установят контейнеры, куда можно складывать макулатуру, пластик и другие отходы. В первые дни февраля проводятся экологические дни под лозунгом «В переработку». Тимиртауских школьников научат сортировать перерабатываемые отходы. В школах установят контейнеры, куда можно будет складывать макулатуру, пластик и другие отходы для дальнейшей переработки. Учащимся расскажут о преимуществе данной инициативы, а также продемонстрируют самые простые способы организации раздельного мусора у себя дома. Предстоящему мероприятию посвятили специальный семинар для педагогов. Организаторы отмечают, что подобные эко-дни уже успешно были проведены в областном центре. Сегодня это действие переносится сюда, в город Тимиртау. Участие будут принимать 40 организаций образования. Завтра пройдет, сегодня у нас будет круглый стол по вопросам инклюзивного образования, по формированию экологической культуры детей данной социальной группы, с привлечением социального бизнеса, с участием фонда, мы во всех процессах готовы участвовать. Данная социальная группа – это воспитанники областной специальной школы-интерната номер два для детей с ограниченными возможностями в развитии. Внедрение экологической направленности в инклюзивное образование позволит ребенку полюбить природу и самого себя, заявляют организаторы. На семинаре воспитанники школы-интерната продемонстрировали свои экологические проекты. «Да, мне нравится. Все сегодня такое интересное. И у каждой в нашем классе есть своя станция. Что вы делаете на этой станции? Ну, мы с бабушкой. Мы рассказываем про эко-стиль, образ жизни». В день проведения акции также будет подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве в сфере раздельного сбора твердых бытовых отходов. Документ подпишут отдел образования Тимиртау, фонд развития общественно значимых инициатив и компании, которые занимаются сбором и переработкой отходов. «Пытаемся совместно с нашими партнерами привить детям навыки правильного экологического подхода, образования, для того, чтобы понимать, что все, что можно переработать, второй раз, третий раз, надо, конечно, это делать. Что мы первое же делаем? Конечно, это уменьшает нагрузку на экологию, потому что мы, условно говоря, не пользуемся теми ресурсами, которые у нас природными есть, уменьшаем это количество, а пытаемся те ресурсы, которые уже добыты, как бы впустить еще раз в производство, еще раз это переработать». Акция, получившая название «В переработку», это часть республиканского экологического конкурса «Эко-челлендж». Цель конкурса – организовать системную работу по продвижению раздельного сбора твердых бытовых отходов как одного из основных компонентов стратегии низкоуглеродного развития с участием организации образования, родителей и всех жителей. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области стартовали отчетные встречи Акимов. Глава областного центра Нурлан Аубакиров встретится с населением дважды. 12 февраля Аким Караганды отчитается перед жителями Октябрьского района. Встреча пройдет во Дворце культуры железнодорожников. Начало в 15 часов. А 14 февраля участниками станут жители Казбикбийского района Караганды. Встреча состоится в 15 часов в Большом зале городского Акимата. В администрации отмечают, что во встрече может принять участие каждый житель. Если же нет возможности присутствовать лично, то задать вопросы можно в письменном виде. Кроме того, для сбора замечаний, предложений и обращений открыта горячая линия по телефону 42-14-09. На сайте Акимата Караганды также будет открыт раздел по приему предложений от населения к отчетной встрече. Стоит отметить, что в прошлом году городоначальник Нурлан Аубакиров также провел две встречи с населением. Во время прошлых отчетных встреч горожан волновали повышение цен на продукты питания, увеличение очереди на получение социального жилья, проблемы в работе общественного транспорта и многое другое. К другим новостям. Более 66 килограммов марихуаны изъято у жителя Караганды. По сообщению областного департамента полиции, 31 января при проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 39-летнего мужчину. На территории его дома обнаружено и изъято более 66 килограммов наркотических веществ. Согласно проведенной экспертизе, установлено, что данное вещество является марихуаной. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. В данный факт зарегистрирован единый реестр досудебного расследования. Назначены соответствующие экспертизы проводятся досудебные проследования. Спасатели вызвалили кондуктора автобуса, которое оказалось зажато искореженным металлом. Произошло это в результате столкновения автобуса со стеной здания на территории 5-го автопарка Караганды. Как сообщает пресс-служба областного департамента, по чрезвычайным ситуациям произошло столкновение пассажирского автобуса марки «Мерседес» со стеной маслосклада. Силами ДЧС женщина деблокирована и передана бригаде скорой медицинской помощи. Очереди в детские дошкольные учреждения, получение социального жилья. Обо всем об этом карагандинцы могли спросить чиновников напрямую. В Октябрьском районе провели очередную ярмарку государственных услуг. Аппаратом Экимогорода Караганда в цоне номер 5 была проведена ярмарка государственных услуг. Здесь граждане могли получить ответы на все интересующие их вопросы. Специалисты различных сфер полностью разъяснили права и возможности граждан, а также предоставили всю необходимую информацию для решения их проблем. Данная ярмарка направлена на популяризацию электронных услуг, а также разъяснения и дачи консультаций жителям нашего города. Ранее ярмарка государственных услуг была проведена в торговом доме Таир. Мы планируем в будущем охватить все районы нашего города для удобства всех граждан, так как не у всех есть возможность посетить Акимат и получить необходимые консультации. На мероприятии были собраны местные исполнительные органы, органы здравоохранения и госдоходов, а также юстиции. Консультативно-методическую помощь для населения оказали специалисты многих государственных учреждений. Организаторы также пояснили, что чаще всего к ним обращаются с вопросами об образовании, очередях в детские сады и предоставлении жилья. Мне очень интересовал один вопрос по поводу архитектуры. Я его задала, мне прям подробно все объяснили, все рассказали. Все ли у вас устраивает? Все устраивает. Получается, у девушки был вопрос по строительству балкона. На вопрос мой, какого года жилой дом, она сказала, где-то примерно 50-60-е года. Есть закон о предотвратительности, где указывается статья 62, то, что изменение фасада того или иного объекта производится с согласия первичного архитета данного строения. То есть, строительство балкона, если она разработала проект на реконструкцию жилого дома со строительством балкона, то ей нужно будет получить согласование с первичным архитетом данного строения. Так как год строения 50-й, следовательно, разрешение она получить не сможет. И итог строительства балкона произвести невозможно. Также гражданам рассказали о преимуществе получения услуг через государственную корпорацию правительства для граждан и портал электронного правительства. Ярмарка была организована с участием Департамента агентств по делам Государственной службы противодействия коррупции, а также Департаментом государственной корпорации и правительства для граждан. Получить подобные консультации люди смогут в ЦОНИ номер 6 7 февраля. Яна Гапонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И еще об одном. Напряженным и драматичным получился матч в Рязани. Проигрывая в счете 0-2, Сарарка смогла сравнять счет, имела ряд моментов, чтобы вырвать победу. Но основное время и овертайм победителя не выявили. Судьба матча решилась в серии. После матчевых бросков итог встречи 3-2 в пользу рязанского хоккейного клуба. Стремительные атаки в самом начале матча. Это уже стало визитной карточкой карагандинской команды. Однако в матче с Рязанью первыми счет открыли хозяева. 1-0 в первом периоде. Во второй 20-минутке соперники обменивались быстрыми атаками. Сарарка имела двойное численное преимущество, однако не смогла его реализовать. Еще одно удаление у Рязани случилось за 38 секунд до окончания второго периода. До сирены заброшенных шайб не было. А вот на старте третьего периода рязанцы в меньшинстве удвоили преимущество в счете 2-0. Но этот счет продержался совсем недолго. Уже через 36 секунд Артур Сарваров забросил шайбу в ворота соперников. А немногим позже было реализовано еще одно большинство. На этот раз активно на чужом пятаке поборолся Павел Махановский. 2-2 с таким счетом закончилось основное время матча. Не выявил победителя и овертайм. А в серии послематчевых бросков Рязань оказалась точнее. Они реализовали три из пяти попыток, в то время как Сарарка лишь однажды поразила ворота рязанцев. 2-3 поражения карагандинцев в матче с соседом по турнирной таблице. Хороший первый период. Не очень хороший второй. Хороший момент позитивный, что с 0-2 не бросили играть, отыгрались. Но опять же, не все игроки. Когда тяжело, то надо преодолевать себя. Есть лидеры, я вижу, у кого можно опереться. Есть игроки, которые меня не очень сильно порадовали. В плане выкладывания, когда выкладывается должен игрок до конца. То есть здесь вот мне это не понравилось. И не понравилось. Некоторые игроки выполняли булиты. Это идет игра за очко. Некоторые у нас попадают еще очень бальяжно. Эти булиты пробили. После 48 игр карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» по-прежнему занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. Следующий матч наши хоккейсты проведут 2 февраля в городе Саров с одноименным хоккейным клубом. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Солболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин